Молитва за мир гушить по Беларуси в эти дни. В истории нашей краины есть даты, что выкликает национальный боль. Подчас Великой Чыной войны, палачы до тла, разом с жахарами спалили некольки тысяч белорусских вёсок. Вогненная сестра белорусской хатыни – вёска Борки в Кировском районе. Страшную падею про 79 год узгадали подчас митингу реквиема. Борки спалили за некольких годин. Больше за 2000 охвяр мирных жахаров, малых и старых. Их боли зараз чувать под дахами спалиных хат. Это место, в котором не хочется говорить, потому что очень много людей перетерпели страшные трагедии. И очень важно не забывать о том, что то, что сейчас имеем мы, это результат очень долгих мучений белорусского народа. На митинг реквием у Борки съехались люди из всей области, бо многие лишат, что тут повинен побывать кожны. Менавито так история родимы становится больше заразумелой и отшувальной. Тут можно почуть свечи не от мясовых жахаров. Леонид Шпаковский рассказывает у спамины 91-годовой мати, что судом засталась у живых. Трагедию в Борках называют самой масштабной карной операцией во Усходной Европе. Память, она всегда важна и актуальна. Особенно мы видим вот в этот период, чтобы мы понимали, кто герои, кто умирал за эту свободу, для чего это было нужно. Побыч с мемороялом сельский клуб-музей. У День молитвы за мир тут показали фрагмент театральной постановки про Марыйку, молодую девчонку сборок. У 16 год засталась и без батьков, сестер и братов. И она одна выжила с усею семьи. Произведение очень тяжелое, и роль Марыйки очень глубоко пропускается через сердце. Каждый раз, когда играю, выхожу со слезами на глазах, потому что потерять все. В один момент семью, жилье, полностью свою жизнь – это очень страшно. Наверное, это самая большая боль, которую может испытать человек. Что пожелал нынешнему поколению? Ценить мирное время, которое сейчас есть у нас над головой. И быть более человечными и сплоченными в этом мире. Трагедия уборка – это национальная боль. История, про которую должен память каждый белорус для мира в дне сегодняшнем. Андрей Шуляк, Александр Артемил. Новины региона. Митинг про меркованные дадни о памяти хатинской трагедии прошел в областном центре на мемориальном комплексе «Лагерь смерти». Могилючане усыновали память вязню лагеря и советских солдат, которые погибли в боях 1944 года в тагочасном прадместе Лупалова. Лупаловский лагерь военно-полонных на ускраине Могилюванье митские оккупанты створили в 1941 году. Лагерь был обнесен дротом, по яким пропускали электричный ток. Тому выбраться отсюда живым было практически немогчимо. Вязню укатывали, марили голодом, расстреливали. За час основания лагеря до 1943 года у им было знижтожено больше за 40 тысяч человек. Отдать зданию памяти усім, хто загинул от рук ворога, на митинг у Могилеве собрались представники улады, молодь и ветераны. Это память, и мы должны эту память беречь, помнить и оберегать, для того, чтобы не повторилось такие события, и чтобы наш народ жил спокойно, в дружбе и согласии. Наши искренние слова благодарности в адрес наших ветеранов, которых с каждым днем становится все меньше и меньше. Спасибо, что они сегодня с нами в строю, за то, что они своим личным примером показывают подрастающему поколению. Как они любили свою родину, как они самоотверженно защищали и какие жертвы принесли во имя блага, мирного неба, жизни будущих поколений. Дань памяти тем людям, благодаря которым мы сейчас можем жить под мирным небом в прекрасной стране. На Могилёшчине карники спалили 112 вёсок. Память про хвиарфашизм уживая у теопирошних поколениях. На счетки перемоги приходят до памятных местов. У вёсцы Дубинка Могилёвского района подчас карной операции 18 лютого 1943 года были испалены эти застреленные под 200 человек. Про те жудесные падеи нагадывая Курган Славы с прозвищами загинулых вясковцев. Мясцовые же хары пришли до помня, как об поклониться памяти и нагадать, что зверсты фашистов и их пособников не забыты. Нагадаем, что напереды дни ветераны и молодость долучились до масштабной патриотичной акции по добропорадкованию мемориялов памяти спаленных вёсок. Вёска Базока Сиповицкого района – чарговый пункт республиканской акции «Память». Вястовым добропорадкованием тут займалися представники сельгаспортприемства «Вязовница Агра», в Учне Вязовницкого учебно-педагогичного комплекса, представники районных организаций БРСМ и Белорусского фонда мира. При отступлении 9 мая 1944 года оккупанты заживо спалили тут больше 500 мирных шахаров. Парадок на таких памятных местах наводят спрацовные и в учебные коллективы. И важно, что активно удельничая у такой справе молодь. Бог это нагадывая, какую цену заплатил наш народ за свою незалежность. Редактор субтитров А.Семкин